Привет, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Что посеять в мае? Все можно сеять в мае. Ничего нового здесь рассказать нельзя. Поэтому я сделаю акцент на том, почему надо сеять что-то в мае, какие у этого плюсы, и заострить внимание на каких-то моментах, что именно и как именно это сделать правильно. Когда говорится о посеве семян, то сразу представляется, что надо сеять в горшочек, то, что мы делаем вот полвесны и ползимы, и считается, что да, вот как-то оно контролируемое, все тут у нас под руками, и свет, и водичка, все-все-все. Но это, конечно, очень хлопотно, и издавна сеяли наши предки непосредственно в грунт, потому что не было у них горшочков, не было у них подсветок. Посев в грунт очень освобождает нас от лишней работы по пересадке, и по уходу, затем, когда мы привносим из помещения на улицу, растение все равно страдает. И все равно наступает момент, когда растение в горшочке становится тесно, питания маловато, света маловато, и хочется ему на улицу, начинает страдать сосудистая система, и когда мы пересаживаем, тут наступает перелом, когда надо ему приспосабливаться. Когда мы сеем в грунт, все происходит естественным путем, ровно, если мы соблюдаем, конечно же, сроки. Значит, это снова же экономично, с точки зрения наших трудозатрат и различных приобретений дополнительных аксессуаров. Затем хочу отметить, что, конечно же, надо смотреть на погодные условия, в зависимости от региона. У кого-то весна началась уже с середины апреля, а у кого-то еще она и к концу мая не совсем-таки и наступила. То есть мы смотрим, если не сами смотрим, то хотя бы ориентируемся, там может спросить у каких-то опытных овощеводов, как там почва уже прогрелась, не прогрелась, какая температура за бортом, можно ли уже приступать к посеву. Да. И май чем хорош, то что еще достаточно большой запас влаги, почва прогревается, особенно к середину мая, до 10-20 градусов, 16 градусов в среднем, что очень благоприятно для большинства овощных культур, цветочных, особенно однолетних культур. Поэтому самое такое благоприятное время. И надо помнить о том, что ну вот какой культуре, какая температура прорастания требуется. Потому что можно, конечно, посеять фасоль теплолюбивую где-нибудь и в конце апреля. И она, да, за счет влаги она разбухнет, начнет расти, но потом до середины мая будет почва, допустим, градусов 6-8, а это никак не подходит для этой культуры. То есть мы должны помнить, какой культуре требуется тепло для успешного роста. Но если это середина мая и все уже прогрелось, все пошло работать, почвенные процессы запустились, то мы к этому времени можем высевать такие культуры, как, например, морковь, свекла, репа. Это уже у нас пойдет для зимних запасов. И уже меньше вероятность повреждения всякими мухами, и которые опасны для моркови и для прочих культур, которые подвержены таким вредителям. Кабачок, да, можно уже сеять в середине мая, потому что почва тепленькая. Если мы в стаканчиках где-то выращивали и посадили в начале мая, радуясь тому, что вот у нас уже такая рассадка, то снова же еще низкие, достаточно ночные температуры могут это повредить. Но середина, конец мая это замечательно. В середине мая и под конец мы можем сеять, несмотря на то, что может вы уже посеяли, но сейте всю зелень, которая вам нравится, которую вы любите и ваша семья применять в пищу, начиная от укропа, заканчивая петрушкой и всеми видами салатов. Все это будет происходить очень быстро и в принципе без вашего участия. Обратите внимание на то, что можно сеять также и однолетние культуры, многочисленные, и совершенно не надо думать о том, как их пересадить и как, чтобы они прижились. Семечка сама будет в почве лежать и соображать, и реагировать на ту влагу, которая поступает извне. Сигналы, если будет холоднее, оно будет притормаживаться, теплее больше влаги, оно будет трогаться дальше в рост. Тут можно, конечно, пройти по всему алфавиту, но назову такие основные. Василюк, Календума, Космея, Годиция, однолетние хризантемы, таки леватая хризантема, трехцветная, с такими красивыми радужными разводами, хризантема пастепная, желтенькая, которая потом у вас сама даже будет насеваться, лаватарема лопа с розовыми цветочками, лен декоративный, однолетний, маки, может где-то можно у кого-то сеять, настурции, различные сорта нигелы, потому что потом будут и красивые цветочки, и коробочки, и даже нигела считается таким, ну, можно сказать, белорусским, белорусской пряностью, потому что семена имеют такой перчинкой, вкус перчинки, подсолнух, все виды ипомий, юнок трехцветный, у которого красивые такие граммофончики, цветочки. Посейте дельфиниум однолетний, который называется дельфиниум аякса, и не надо вам будет мучиться с этими многолетними, он замечательно всходит, и очень здорово себя чувствует в течение сезона. По цели шольцы, ну, вот на букве «э» я и закончу шольцы, то есть многочисленные однолетники, в принципе, у них очень короткий период от посева до начала цветения, поэтому они будут радовать вас до конца лета, а может быть некоторые и до самых до заморозков. Конечно, можно сказать, в защиту тех культур, которые мы всенепременно сажаем через рассаду у себя на подоконнике или где-то в закрытом помещении. Такой посев обоснован тем, и это однозначно единственно верное решение, например, тот же помидор. Мы никак его не сможем заставить, чтобы он в короткие сроки уложился. Есть генетически обусловленные процессы. Ему от посева до плодоношения, то, что нас интересует, надо вот определенный период. Или петуния, например. Поэтому, конечно же, это однозначно будет делаться в помещении. Или у нас необходимо на участке вот такая задача, что там у нас что-то росло, росло, а вот к концу мая мы должны там посадить какую-то кумбу, например. Или что-то там еще запланированное у нас. Поэтому, да, мы тогда готовим в помещении рассаду и выносим ее в открытый грунт, сажаем уже, в принципе, растения во взрослом виде. Другие ситуации. Я считаю, что надо все-таки приближаться к нашим предкам, которые до изобретения сейлок все это вручную делали в открытом грунте. Хорошо иметь еще такую, я бы назвала, резервную грядку. Когда выделяете определенный участок своего огорода и там, ну, назовите это рассадничком, вы сеете такое общежитие делаете. Может быть, там какие-то особые условия создадите. Но потом с этой рассадной грядочки вы переносите уже на постоянное место. Во-первых, таким приемом вы меньше рисков себе допускаете, потому что, если вы будете сеять ту же капусту, например, просто в рядочке, то всякое может произойти. А вот в рассадничке, там вы будете ее лелеять, а когда она достигнет определенного возраста, то вы ее перенесете на постоянное место. Ну, вдруг кто-то имеет терпение или такую четкую цель, хочет чего-то вырастить очень много. Допустим, изгородь живую посадить из тех же туй или боярышника. Поэтому снова же будет очень оправдано посеять где-то вот на такой резервной грядке. И когда они достигнут определенного возраста, уже начать создавать там свою изгородь или какую-либо другую идею. И снова же, такие вот многолетние культуры, которым требуется стрессификация, то это будет оправдано. Даже если мы будем сеять в мае, оно все подготовится. Некоторым, допустим, боярышнику вообще надо две зимы пролежать в земле. Ну и самое то. К тому же, представляете, сколько вы сэкономите денег, а может где-то еще там приторгуете. Как посеять? Тут могут быть любые способы. Выбирайте, которые вам больше подходят. Конечно, морковку разбросным способом древним мы не будем сеять. Будем сеять ее в рядочки. А вот если какие-то цветы, цветочные посадки в клумбе, то там запросто мы можем сеять и разбрасывая по грядочке. Ну, кажется, что здесь вот неконтролируемая густота, но вы проноровитесь, начните с каких-то крупных семян, когда вы будете понимать движение вашей руки слева направо, потом справа на рево, крест-накрест как-нибудь так, чтобы распределение семян в почве было равномерное. Когда вы сеете рядками, то хорошо бы этот рядок обозначить, чтобы вы потом понимали, где сорняки, а где ваши проростки. Ну, проблемы, с которыми мы можем столкнуться при посеве в грунт, это то, что наши домашние питомцы любят покачаться в такой вот свежевскопанной земельке, поэтому придется продумать какую-то защиту. Ну, может быть, там какие-то палочки, веточки. Птицы снова же любят там покопошиться, поэтому можно натянуть сетку. И вторая проблема, то, что когда мы уезжаем, если не живем постоянно на дачном участке, то могут быть всякие периоды засушливые. К тому же, если мы еще ровочек наш присыпаем торфом или компостом перепревшим, то там вот в верхнем слое как раз-таки и происходит быстрое подсыхание. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы меньше было испарения. Влаги, значит, можно прикрыть либо пленкой, но не абсолютно закупоривать, иначе они просто задохнутся или, если будет очень жарко, упарятся. Либо спонбондом, что вам больше нравится и подходит. И тогда мы так вот сохраним влагу в наших пассивах. Ну и в мае, как говорил мой дедушка, у травни не треба агронома. Два дожжи и два грома. Поэтому отпустите ситуацию. Если вы сделали все правильно, семена свежие, схожие, то все у вас получится, и вы просто не нарадуетесь успеху, как все классно получилось. Хороших урожаев! Пополнить закрома осенью! Подписывайтесь на наш канал! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!